Заказ для градообразующего предприятия выполняют юный токарь в лагере труда и отдыха «Траектория». Конечно, дети работают не над продукцией для ядерно-оружейного комплекса, но тоже делают важные и порой просто необходимые для производственного объединения старт оборудования. Скрепки, обыкновенные скрепки, чтобы скреплять папки. Папки никуда не деваются, их все больше и больше становится. Потом они скрепляются в архив, скрепляются в архив. Работают прекрасно. Во второй смене в лагере работают и отдыхают 100 детей. Каждый из них выбрал для себя специальность – столяр, токарь, швея, делопроизводитель, разнорабочий или вожатый. Последний трудится в детских оздоровительных лагерях. А на базе Центра образования и профессиональной ориентации форменные рубашки для вожатых делают юные швеи. Пока они работают с тканью. Раскроить, погладить, раскроить, потом уже сначала все размерить, раскроить и сшивать. Ну и сколько вот это время приблизительно занимает? Ну, часа три-четыре. Лагерь труда и отдыха пользуется популярностью среди зареченских детей. Здесь есть те, кто приходят в Центр образования и профессиональной ориентации уже не в первый раз. Ну, так же здесь хорошо. Здесь обучают очень хорошо. Столярному делу. А почему ты выбрал именно столярное дело? Ну, не знаю. Приятно работать с деревом. Дети обучаются о зампрофессии, приобретают навыки. Но они не только узнают новое. Труд ребят оплачивается. У них заработная плата будет, как у настоящих работников, которые официально трудоустроены. Ну, это будет четыре с небольшим тысячи, вместе с налогом семипроцентным, как у любого трудоустроенного работника. Дети трудятся неполный рабочий день – четыре часа. Каждые 45 минут они делают перерыв на четверть часа. Таково требование трудового законодательства. Смена в лагере труда и отдыха продлится до 30 июля. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».